доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем играть на нашей бразильской фазенди вот и в прошлой части я не заметил что культиватор то друзья у нас чизильный вот таким образом сейчас вот этот вот трактор и наш работник медленный родригес вот почему медленный потому что очень медленно это все происходит таким культиватором поля все-таки большое у нас второе вот он производит вспашку ну скажем так глубокую культивацию главное то что это все друзья засчитывается так если мы сейчас посмотрим вот до 14 поле у нас спах она готова к посеву с первого я начал собирать соломку вот но мы сейчас займемся не этим мы сейчас займемся немножечко другим займемся продажей урожая вот такой паровоз у нас имеется здесь старый древний вот и мы сейчас будем с помощью этого паровоза продавать наши запасы вот у нас тут сои 15 кубов есть а мы видим что на транспортной компании у нас самая высокая цена но на транспортной компании у нас принимают только паровозы поэтому сейчас мы будем возить наверное вот сюда вот или на этот элеватор то скорее всего на этот элеватор так погнали будем возить с вами соевые бобы так где-то наш прицеп потерялся до плюс ко всему я продал уже два или три прицепа пшеницы прикупил значит вот такую отвалковую жадку сено ворошил очку самую маленькую и косилку такую бы ушную но вроде как должна работать и конечно же прицеп подборщик вот этот вот за 30 одну тысячу так что продолжаем продолжаем тратить наши запасы ну на начальных этапах это надо так давайте отвезем свою на втором поле и и потом как раз таки и засеем подсолнухи и уже кстати подсолнухов тоже прицеп один продал у нас пока все равно культивирует время нужно выжидать перед посевом так вот если мне этот забор сейчас бы выскочил да напрямую поехал так в той стороне мы еще с вами друзья не были смотрим любуемся наслаждаемся природой вот двузначное мнение про эту карту многие говорят что карта не очень кто-то говорит наоборот что понравилось вот ну мое мнение такое да карта пустоватая но вот именно цвет почвы который тоже опять-таки многих раздражает по мне так какое-то разнообразие хотя бы немножко новое она уже всегда интересно но это лично мое мнение она может с чьим-то мнением и не совпадать так сейчас мы проверим где у нас здесь происходит выгрузка проезжаем через скотный рынок здесь у нас обитает перекупщик я так понял вот эти вот законы я не знаю могли бы туда каких-то животных что ли поместить так ну-ка сюда да вроде как сюда вроде как сюда мы разгружаем потом загружаем паровозом собственно давайте чуть-чуть от первого лица проедемся зеркало одно штатное стоит прикольно вообще тракторок интересный кстати заправка недалеко тоже можно будет время от времени наведываться когда прикупим топливную цистерну вот и друзья у меня сегодня в планах еще вот что хотя бы по одной по две скотинки надо купить в частности это овцы хрюшки коровки ну там уже как получится блин надо было цену животных посмотреть ну ладно это мы сейчас и с сфермы в принципе сможем сделать достаточно заехать на триггер коров и все это дело нам покажут но для начала отвезем то что запланировали так соевые бобы остатки высыпаем все и сейчас прокатнемся на паровозе прокатимся и и и и и и и и и Продолжение следует... Кстати, вот сейчас и можно посмотреть цену на животных. Ну-ка, давайте-ка глянем. Свинья 750, овца 500, корова 2500. Нормально. Свиньара 500, корова 200. Нормально. Свиньяaaaa! Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж Давайте на паровоз прыгать Так, здесь у нас культивация все еще идет Хорошо Так, где мы находимся вообще? Ага, следующая станция будет наша Ну погнали! Ух Какой древний-то, а? Хе-хе-хе Но гудок работает, не смотрели на что Даже до 80 километров разгоняется Смотрите, шлагбаумы закрыли, все дела Субтитры сделал DimaTorzok Так Начать заполнение Отлично Все наши запасы Сейчас профукаем Ух ты, на подъем! Это интересно Да нет, тянет, я думал Думал, будет останавливаться Однако тянет Или то, что он не груженный Заодно и побываем в транспортной компании Ух ты, какой серпантин сюда ведет Дорожный, смотрите Прикольно Ай, пролетим сейчас Проскочим Ну да Так, чутка назад Все, хорош Разгрузить И считаем деньги Опа 42 тысячи сразу капнуло Отлично Так, идем в магазин Идем в магазин Для начала Что нам нужно взять? Нам обязательно нужно взять Бочку для воды Это как за здрасте Так Нам нужно взять Значит Вот такую двуколку я пока хочу взять Боюсь, сейчас прицеп возьмем И на самих животных у нас не останется Попробуем Что это такое Так И И И Так, вот эту Лелли электровеник Я брать не буду Я поставил мод Чтоб животные не мусорили Ну, в общем-то Наверное Наверное Пока и все Так, остальное мы Потратим на животных С вами Так Пересядем В трактор Хотя нет Почему сразу в трактор? Пускай трактора отдыхают Они у нас Медленные Они на полях Работают Давайте вот Пикап Использовать Так, не откроют нам Выходить надо, да? Ага Так, ну и погнали в магазин Посмотрим, что мы там купили Бочку, наверное, если что Потом заберем А сейчас Меня больше интересует Вот этот вот Прицеп Ух ты Может на этом пикапе Мотаться в магазин Да забирать все Довольно быстро Все это дело происходит Он такой Как будто Как легковой Что ли, да? Да Вполне себе Цепляется Правда Эй Хе-хе Танцует Смотрите Машина с ним Танцует Так, ладно Поехали Проверим Низко, правда Все это дело Но Так, я буду надеяться Что на дебил Он не встанет Когда мы загрузим Животных Такой прицеп Соответствующий, да? В стране Обитания Все по-простому Никакой Крутизны Излишней Как занесло Таскает его Все-таки Задирает Перед Да Да Аккуратнее Надо с ним Так Открыть меню Животных Для начала Для начала Хотя бы Одну корову А можем Две Да Загрузить Давайте Две Пять тысяч Да Купить Купить Смотрите Корову Здесь Горбатые Да Прикольно Такая Бразильская Порода Ну погнали Погнали Доставим Их В наше Стоило Так Для затравочки Пару коров Для начала Так Вот здесь Хотелось бы Скриншотик Мне сделать Отлично Так Где же вас Выгружать С какой стороны Вот здесь Наверное Я так понимаю Скорее всего Да Подтвердить Отлично Ну-ка Пустите Переночевать Какие Высокие Здесь Заборы Да Так Вот они Две Наши Горбатые Красавицы Ха-ха-ха Ну вот Первая Животинушка Рогов У них Нету Что ли Так Задумано Не Прикольно Прикольно Спору Нет Пускай Пока Подножным Кормом Питается Мы сейчас Сгоняем За овцами За свиньями А потом Уже Начнем Кормить Нашу Животинку Ай-яй-яй-яй-яй Перец Задрало Блин Неуправляемая Машина Стала Так В первую Очередь Овечки Меня Интересует Сколько Три Сюда Всего Влазит Ну Это Печально Интересно Свиней Сколько Сюда Влезет Ну Ладно Три Так Три Так Где у Нас Овчарня Овчарня У нас Недалеко С Транспортной Компанией Кстати Это Сейчас Нам Нужно Через Элеватор Хотя Нет Мимо Тринадцатого Поля Ну Как-то Так Короче Выехать Назад Нам Надо Для Началу И Вот На Эту Дорогу Попасть Здесь Скриншот Я Сделаю Прям Не Убирая Весь Худ Так Нет 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 Не туда Я поехал Блин Походу Да Надо было Мимо Тринадцатого Поля Ехать Разворот Вот Много Рейсов Придется Сделать Но Благодаря Этому Мы сможем Купить Больше Животных И При этом Не платить За доставку А сейчас Как вы знаете Каждая Копеечка На счету Так Не растрясти Были Не растерять Да не Перевернуться Где-нибудь Вот У нас Овчарня Я Так Понимаю Здесь Так Вот здесь У нас Загон Да Да Разгрузить Откройте Дверь Сразу Сваливаются Ну Овцы Они друзья И в Африке Овцы Да Я думал Какая-нибудь Особенная Опять Порода Будет Мексиканская Точнее Бразильская Нет Вот здесь Смотрите Сделано Для них Все Все Вперед За свиньями Так Ну Сейчас Посмотрим Сколько Свиней Сюда Влазит Тоже Три Да Ну Добро Добро Так А свиней Вести Дальше Всего Да По диагонали Аж На противоположный Конец Карты Капец Капец Так Ну ладно Поехали А что делать Придется Придется покататься Довольно таки Много Рейсов Сделать Все Уже Подъезжаю Здесь еще Река Река Мешает Немножко Приходится Круг Давать Небольшой Ух ты Какие места Тут есть Симпатичные Э А это что Там все целы Живы Ну это видать Кто-то Улетел Забыл Короче говоря За рулем Нет никого Но и забрать Мы его не можем Где-то в речке Еще один валяется Наподобие Так А вот это что Это не водонапорные Башни Ли Случайно Стоят Так Разгрузить Вот они Наши хрюшки Как обычно Черный Черно-белый И белый Почти как Майкл Джексон Ходит Ну все Сейчас Каких-нибудь Себе Здесь Жуков Навозных Червей Нароют А мы Тем временем Так Я вот Хотел узнать Вот это Водонапорная Башня Или нет Судя по всему Да Вот здесь Колодец А вода Здесь Платная Или бесплатная Так А это мы Узнаем Если мы Сядем Вот на этот Трактор И поедем В магазин За бочкой Потому что Всем нужно Водички Отвести И соломки Для начала Для начала Вот здесь Вот здесь Кстати Еще Колодец Это тоже Точка Забора Воды Все Сейчас проверим Так Ну что Друзья Момент Истины Да Вода Платная В колодцах И платная Вода Ну что Ты будешь Делать Нет Спасибо Придется С речки Таскать Поэтому Погнали Назад Что здесь Так Неровно Ну Дурдом Неужели Там Стоит Чувак И выдает Талончики За воду Рядом С колодцем Что за Бред Везде В колонках Везде В этих Везде Платная Вода Значит Речки Будем Набирать Сейчас Только Нужно Будет Какое Ни Место Найти Хорошо Он Ехать Не Хочет Смотрите И не Разгоняется Больше Интересно Или То Что На Горку Что Ли Сейчас Разогнался Так Свинкам Сначала Тогда Отвезем Потому Что С Их Стороны Вон Речка Там Можно Найти Где Нибудь Пляжик Ну Или Что То Типа Того Где Мы Наберем Воду А так Ее На карте Больше Вряд ли Где Мы Наберем В нашем Бассейне Скорее Всего Нам Не Дадут Набрать Так Вон С той Стороны Как раз Такой Откос Сейчас Сейчас Мы туда И поедем Через Мост Так Завершил Работу На маршруте Так Вспахал Нам Поле Отлично Прерываем Все Пока Стой Пока Ничего Не делай Там С того Поле Еще Нужно Будет Собрать Соломку А потом Уже Только Там Вспахивать Удобрять Вспахивать Жалко Вон На тот Большой Мост Нельзя Заехать Край Карты Там Уже А вот Собственно Горя Пологие Берега Че я Парюсь То Или Они Только Кажутся Пологими Да нет Вполне Себе Пологие Вполне Себе Пологие Так Наполнить Водяная Цистерна Раз Не хотят Нам Бесплатно Воду Давать Мы Ее Сами Найдем Я Думаю Одной Бочки На всех Животных Хватит Так Поехали Кстати Вот только Обратил Внимание Смотрите Здесь Руины Какого-то Старого Замка Что Ли Да Не Обращал Внимания До Этого Так Ладно Как Которая У нас Поилка Ага Аж Туда Объезжать Это Я так Думаю Не Очень Удобно Будет Да Ну Со Свиньями Со Свиньями Повезло Можно Воды В крайнем Случае Вот Здесь Вот Набирать Спускаться Здесь С берега Я Даже Ту Водокачку Не хочу Проверять Там Скорее Всего Вода Платная Так Да Что Я Никак Не Могу Попасть До Сюда Или Это Кормушка А Нет Вон Разгрузить Все Правильно Это Поилка У Нас Отлично Ну Че Сушняк У Кого Грунделя Нет Они Кормушки Все Бегут А я Воды Привез Так Ладно Я так Думаю Поверху Вот Так Вот Проехать И До Овчарни Мы С Вами Как Раз Попадем Так Лучше Водички Поднабрать Сразу Да Свиньям С водой Повезло Здесь Все Рядом Какой мостик Так А вот Кстати Автомобиль Валяется В воде Автобус Даже С ума Сойти Что ж Автобус На такой Мост Поперся Это Как говорится Одному Богу Известно Да Так Ладно Едем Ковцам Слушайте Довольно Такие Продолжительные Путешествия Я вам Скажу Получаются Придется Наверное Вот На развоз Всех Продуктов Писать Вот такие Круговые Курсы Наверное Для курсплея Потому что Часто Так На паузу Нажимать Тоже Не Камильфо Наверное Будет Ветряк Вот Водокачка Я смотрю Есть Около Каждого Животноводческого Комплекса Че 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 Там Овечка Прыгала Что ли Вот Здесь Вот Овечка Была Что ли Мне показалось Перемотайте Немножко По-моему Мелькнуло Как будто Она вот Отсюда Куда-то Вниз Спрыгнула Ну Может И Показалось Все Может Быть Ладно Поем Поем Овец Так А че Почему В кормушку Вода Не льется А вот Разгрузить Триггер Сильно Далеко Оп Есть Контакт Ну все Остальное Коровам Осталось Остальное Осталось Коровам Итак Утоляем Жажду Нашим Мычащим Друзьям Неплохо Для двух Коров Да Это Сколько Они у У нас Так Коровы Три Тонны На две Коровы Воды Надо Офигеть Просто Напросто Так Ну сейчас Я думаю Отвезем Соломку Свиньям И коровам А корма Уже Будем Заготавливать Скорее Всего В следующей Часть Так Сначала Коровам Сыпану Потом Уже К свинкам Поедем Так Куда Вам Сюда Солому Сыпать Что Ли О Как Все Отлично Коровы У нас Без крыши Над головой Обитает Да Интересно Под дерево Только Могут Спрятаться А когда Их Много Будет Что Они Будут Делать Ну да Ладно Это Уже Вопросы К Автору Карты Поехали К свиньям Вы знаете Я Наверное Буду Писать Курсы От Одного Зверинца Как Говорится К другому И плюс Ко всему С фермы Каждый Зверинец Потому Что Это Просто Жесть Таким Таким Образ Кататься Очень Много Времени Уходит На Поездки Все Что Ли Вы Шутите Вот Это В ямку Чуть Насыпали Нормально На Канал И Увидимся В Следующей Части Всем Удачи Друзья И Всем Всего